Дорогие друзья, рад видеть вас, рад выступать перед вами. Действительно, как правильно заметил Евгений Александрович, я не раньше приходил читать лекции в Казанском университете, вообще очень люблю Казань. Сегодня попадет речь о некоторых аспектах классической афинской демократии. Как мне сориентировал Евгений Александрович, здесь основа аудитории составляет студенты первого курса. То есть, наверняка, далеко не все из вас в дальнейшем будут античностью заниматься, наверное, даже меньшинство. Но, тем не менее, некоторые сведения об античности, в том числе о той же самой Древней Греции, о тех же самых Афинах, об афинской демократии, вы, наверное, имеете, поскольку курс такой слушали. Поэтому из этого я буду исходить, но, тем не менее, все-таки придется напоминать какие-то базовые вещи. Итак, афинская демократия 5-4 веков до нашей эры. Феномен, безусловно, мирового, уникального значения. Вот феномен, о котором пишут и будут писать. Афинская демократия остается и долго еще, вероятно, будет оставаться, как один из ключевых сюжетов мирового научного дискурса. Рассуждая об античности, о Древней Греции, никуда не уйти, о того, чтобы как-то обращаться к истории афинской демократии, скажем так. Постоянно, чтобы привести один из последних примеров, нет, кое-что появится на доске со временем. Вот буквально пару лет тому назад, в 2015 году, вышел очень такой сильный на английском языке сборник «Accompanion to Greek Democracy and the Roman Republic». Там коллектив авторов из разных стран, авторов очень высокого уровня, поставили целью провести такой сравнительный, компаративный анализ двух политических систем афинской демократии и римской республики. Что между ними было общего, что между ними было отлично друг от друга. Мы с коллегой Махловиком, Александром Валентиновичем, специалистом как раз по Риму, я по Греции, он по Риму, даже написали рецензию на эту книгу и на этот коллективный труд и публиковали его в журнале «Вестник древней истории». Итак, что же, что касается афинской демократии, наверное, первое, что следует сделать, это указать на некоторые такие базовые факты, базовые события, основные этапы развития данной политической системы. Как известно, Афина, в общем-то, были изначально одним из самых крупных и самых знаменитых полисов, то есть городов-государств античной Греции. Располагались они на востоке Греции, как обо мне располагаются. Может, кто-то из вас даже был в Афинах, знают, что это недалеко от Этагейского моря. Итак, первое событие, которое имеет отношение к становлению афинской демократии, это, несомненно, реформа такого выдающегося реформатора, законодателя, как Салон. Он свою реформу провел в 594 году до нашей эры. Естественно, все даты, которые я буду называть, они все будут до нашей эры. До Салона афинский полис, афинское государство или афинская республика, как можно назвать, была не демократической, а чисто олигархической. Вообще, в Древней Греции все полисы делились на несколько типов. Сориентируя демократия, это там, где власть принадлежит всем гражданам, коллективу всех граждан, идеально является высшим органом власти народное собрание. То есть граждане собираются, дискутируют любой обсуждаемый вопрос, и потом путем голосования, обычно прямого, открытого поднятия рук, решают эти проблемы. Были также полисы олигархические. Олигархия – второй важный тип государственного устройства в Древней Греции. Это такие полисы, такие государства, в которых власть реально принадлежала некой группе, верхушке, некой элите, так сказать. Наиболее, как правило, это были наиболее знатные и богатые граждане, которые реально решали все вопросы, собираясь кулуарно, так сказать. Но даже и в олигархических полисах было номинально, по крайней мере, высшим органом народное собрание. Также в некоторых полисах было такое еще устройство, как тирания. Кое-где приходили к власти тираны в результате междуусобной борьбы тирана, то есть наличные правители, насильственно захватывавшие власть. В Афинах тоже таковые были, но мы до этого еще дойдем. Итак, до реформ Салона афинский полис был чисто олигархическим. То есть демос, так называли в Афинах масса резового населения, да и везде в Греции, на разных диалектах это демос, дамос. Собственно, буквально в переводе с греческого означает просто народ. Отсюда и слово демократия. Демократия, как известно, тоже древнегреческое слово, тут два корня. Демос – народ и кратос – власть. То есть демократия, народ и власть, получается. До Салона не приходится говорить ни о каких даже началах демократии в Афинах. При Салоне тоже отнюдь еще не возник государственный строй демократический. Начиная с реформ Салона, который в частности отменил в Афинах долговое рабство, который провел ряд других реформ, улучшавших положение рядовых граждан, просто людинов. В Афинах возник строй, скажем так, переходный от олигархии к демократии. Правда, после этого в Афинах имело место, так сказать, тираническая интерлюзия. А именно, в Афинах в какой-то момент пришел к власти, захватил власть тиран Писсистрат. Скажем так, с ним отдельная история. Первый раз он пришел к власти в 560 году до нашей эры. Потом, правда, он долго у власти не удержался, его политические противники изгнали. Он снова и снова стремился к власти, несколько раз захватывал власть. И, в конце концов, в 546 году до нашей эры утвердил свою власть в Афинах окончательно. Парадоксальным образом, реформы тирании Писсистрата и то, что он проводил, тоже шло на пользу становлению демократического строя в Афинах. Почему? Потому что любой тиран в древнерилитических полисах, придя к власти, он начинал политику активной борьбы с аристократами, с аристократическими родами. Не потому что тиран был принципиальным демократом, а потому что в других аристократах он видел в себе конкурентов, соперников. Тиран, практически без исключения, все тираны сами были знатными аристократами, приходили к власти в результате борьбы с другими, такими же представителями знати, и придя к власти, пытались от остальных аристократов именно избавиться, чтобы им же было безопаснее. А аристократы-конкуренты изгонялись, истреблялись, многие просто бежали, чтобы избегнуть смерти демосу, ритамому народу, ритамому гражданам. Это все было только на пользу. Естественно, хотя тираны объективно не боролись за власть демоса, субъективно, точнее, не боролись за власть демоса, но объективно получалось так, что их деятельность вела к улучшению положения демоса. Песестрат, так сказать, как бы устранил тиранию в Афинах, потом он умер, правил его сын Гиппи, а потом, вот следующая важная дата, в 510 год до нашей эры, в Афинах тирания свергается. И вновь начинается острая внутриполитическая борьба между разными группировками аристократов. Среди этих тогдашних аристократов особое положение занимал, вот сейчас будет ключевая, ключевая просто фигура для истории античной демократии, а я напишу это имя обязательно, Клис Фен. Вот именно этого человека и следует считать основоположником, основателем, так сказать, отцом афинской демократии. Он в ходе борьбы с другими аристократами вдруг был осенен, такой, знаете, очень здравой идеей привлечь на свою сторону масса рядового народа, то есть демоса. И он пошел на прямую апелляцию к демосу. Он предложил, так сказать, я проведу демократические реформы, а вы за это поддержите меня. Демос поддержал Клис Фена. Все его соперники были побеждены самым решительным образом. И Клис Фен, став в Афинах человеком, так сказать, номер один, провел действительно демократические реформы. Это 507-й год до нашей эры. И именно этот год является, ну, по сути дела, годом появления классической афинской демократии. Вот не случайно, я вот помню, в 1993 году, ну, наверное, Борис Фен в то время еще на свете-то не было, в Европе, в Америке, вообще на Западе, так вот довольно пышно отмечался юбилей, 2500 лет основания афинской демократии, как раз так оно и выходит. В России-то у нас это прошло празднование незамеченным. В 1993-й год у нас совсем другие дела происходили. Там президент расстроил парламент и так далее, так сказать. А вот на Западе, да, это много конференций прошло, много выставок, много разных других мероприятий. Именно вот такой юбилей, 2500 лет афинской демократии. При Клис Фене именно в Афинах учредилась демократия и в каком плане? Народное собрание реально стало высшим органом власти, стало собираться чаще, чем раньше. И именно оно принимало все ключевые решения по всем вопросам государственной жизни. Далее было объявлено о полном равенстве всех граждан, вне зависимости от их знатности и богатства. В алигархических полисах полного равенства граждан не было. Там такой принцип действовал. Чем человек знатнее и богаче, тем у него больше прав. Чем человек, так сказать, безроднее и беднее, тем у него меньше прав. Самые безродные и бедные просто фактически были бесправными. А вот демократические полисы, и здесь на первом месте как раз афинский демократический полис, именно тем и отличались, что все граждане были абсолютно равноправны. Ни происхождение, ни размер имущества не имели никакого значения. Клис Фен также позаботился о том, чтобы тирания в Афинах не могла восстановиться. Он провел закон, которым предусматривался особый вид изгнания. Такая мера под названием остротизм. В чем она заключалась? Ежегодно афинские граждане собирались на главной афинской площади Агаря и путем голосования определяли, нет ли в городе гражданина, который опасен для демократии, который может стать потенциальным тираном. Каждый из граждан приносил с собой черепок, обычный глиняный черепок, например, обломок какой-нибудь сосуда и так далее. И на этом черепке каждый должен был написать имя того гражданина, которого он считал наиболее опасным. Потом, когда все сдавали свои черепки надписанные, происходил подсчет этих своеобразных глиняных бюллетеней. И смотрели, кто набрал всех больше голосов. Чье имя встречалось на черепках чаще всего. Такой гражданин и объявлялся опасным для демократии. И такой гражданин подлежал изгнанию из государства, из Афин, сроком на 10 лет. Такое своеобразное наказание без преступления. То есть человека изгоняли не за то, что он что-либо противоправное совершил, а просто потому, что он слишком влиятельен. Даже случалось весьма хороших людей изгоняли. Вот был в Афинах такой замечательный политик-арестид. Это несколько позже Клисфена. У него было прозвище «Справедливый». Потому что все соглашались в том, что он абсолютно неподкупен. Ни взяток, ни коррупции, все это к нему не шло никак. Он был честен, принципиален, бескорыстен, скажем так. И в конце концов, именно за это он был голосованием афинского коллектива граждан отправлен в астракизм, то есть в изгнание на 10 лет. Даже такой есть рассказ у древненглической биографы Плутарха. Вот день астракизма. Все сходятся на площадь, на гору. Каждый несет черепок, надписывает его. Аристид там тоже, разумеется, присутствует. И вот подходит к нему какой-то пожилой крестьянин, который лично лицо Аристида не знал. И говорит, слушай, друг, вот я неграмотный. Мне нужно подписать черепок. Ты за меня не подпишешь. Хорошо, сказал Аристид. И что имя ты хочешь написать на этом черепке? Напиши мне Аристида, пожалуйста, сказал крестьянин. Не знаю, что говорит как раз сам с Аристидом. Аристид удивился, спросил. А ты вообще Аристида знаешь? Нет, Аристида я не знаю, никогда не видел. А почему же ты хочешь его изгнать? Да вот мне надоело, все говорят на каждом углу. Аристид справедливый, Аристид справедливый. Надоело мне это слушать. Пускай уходит в изгнание. Аристид вздохнул и написал свое имя на этом черепке и отдал его крестьяне. Ну да, и в тот же день при подсчете черепков обнаружило, что Аристид должен был из Афин изгнан. Такая своеобразная мера, которая, тем не менее, считалась, является таким гарантом сохранения демократии и отсутствия каких-либо попыток захватить власть со стороны потенциального тирана. Таким образом, вот перед нами очередная ключевая дата 507-й год до нашей эры. Демократия, которая была основана Клисфеном, была так называемой умеренной демократией. То есть там тонн задавали, знаете, такие средние слои гражданства, ну, зажиточные крестьяне. Уж совсем такие бедные люди, нищие, можно сказать, которые не имели имущества, которые не работали, работать не хотели, еще пока не были, не были наделены многими политическими правами. В частности, потому, что во всех демократических полисах был такой принцип взаимосвязи между ролью человека в войне и его ролью в политической жизни в мирное время. Поясню, о чем идет речь. В античности громадную роль играли войны. Они происходили очень часто, порой даже ежегодно. В каждом полисе армия, войско представляло собой ополчение граждан. То есть не было профессиональной армии, каждый гражданин был тем самым воином. Если вот объявлялось, что вот война началась, с кем дружно воевать, все граждане должны были явиться. И являлись. Не было военкоматов, граждане сами являлись без каких-либо насильственных призывов, потому что был, знаете, такой коллективистский дух. Каждый сам соображал. Ну вот объявили, война, на нас враг идет. И приказано всем вооружиться и явиться в войско. Ну вот, допустим, я не пойду. В принципе, меня никто насильно не заставит, рассуждал человек. Военкоматов нет, повторю, скажем так вот, никто призвать не может. Я не пойду, мой сосед не пойдет, третий не пойдет, пятый не пойдет, все не пойдут, ну и что? Войско не соберется, враг придет, захватит нашу страну, и что так будет? Нас либо убьют, либо продадут в рабство. И человек думал, гражданин думал, лучше я вооружусь и пойду. Ну, как говорится, иначе все нам будет хуже. Причем государство не вооружало граждан-солдат. Каждый должен был экипироваться за свой собственный счет. Армии тогдашнего времени состояли в основе своей из так называемых гоплитов. Гоплиты – это тяжелые вооруженные пехотинцы. Доспект гоплит включал бронзовый шлем на голову, бронзовый панцирь, закрывавший туловище, потом так называемые поныжи. Это бронзовые, такие гнутые, так сказать, как бы выразится, ну, гнутые бронзовые полосты, что ли, которые голень прикрывали. Обязательно щит. Замеет и греческий круглый гоплитский щит, где-то метр в диаметре. Самая, пожалуй, крупная часть вооружений тогдашних воинов. Из – это оборонительные вооружения или доспехи, а из наступательных вооружений – это, ну, копье, ел и меч. Греческий меч. Ну, был не очень длинный, порядка 60 сантиметров. Это было такое колющее оружие. Им вот так вот удар не так, не рубящее, а колющее. Им снизу удар наносился. Гоплиты строились, так называемую, фалангу. Плотный, сомкнутый строй. И вот каждый, повторю, должен был свои доспехи и свое оружие приобрести сам государство, на это не тратилось. Именно поэтому наиболее бедные граждане исключались из войска, потому что они не имели таких средств, чтобы приобрести себе вооружение гоплита. Ведь это не так уж и мало, чтобы за свой счет шлем, панцирь, щит и прочее, а в целом это вооружение весило 26 килограмм. Вот, нужно бы бронза, заметьте, вот, железо употреблялось, то есть металлы. Бедные, конечно, не могли себе это обеспечить. В результате бедные не становились в фалангу гоплитов. Бедняки либо вообще не участвовали в войнах, или участвовали в качестве, ну, таких легковооруженных солдат, без доспехов, без панцирей, без шлема и так далее. То есть практически не вносили никакого вклада в победу данного полиса над врагами. И поэтому этим самым беднейшим гражданам никаких практически политических прав тоже не давалось. Потому что считалось так, раз ты государству во время войны практически ничего не помогаешь, или мало чем помогаешь, то, соответственно, ты не должен и участвовать в политической жизни, или участвовать в ней по минимуму. И вот так было довольно долгое время, пока афинская демократия была умеренной. Но потом появился следующий видный деятель афинской демократии. Его имя, я думаю, вам всем известно. Это очень такое крупное имя, очень знакомое с ним. Фемистокл. Фемистокл был сам, кстати, из знатного рода. Вообще все вот эти так называемые отца-основатели афинской демократии, сами-то они все были аристократы, между прочим, сами они все были из знатных родов. Вот все имена, которые мною до сих пор на доске были написаны, это все имена аристократа. Будь то Салон, будь то Песестрат, будь то Клисфен. Фемистокл тоже был из знатного рода. Но вот он, получилось так. В то время шли так называемые греко-персидские войны. И с года на год ожидали нападения на Грецию мощнейшего войска персидского царя Ксеркса. Нужно было как-то готовиться к отражению мощного врага. У Фемистокла возникла такая идея, что нужно построить афинам сильный флот, дабы отразить персов, когда они придут. Потому что на суше пытаться их разгромить в сухопутном сражении бесполезно. Да, греки как воины были сильнее, чем персы. Но персидская армия, собиравшаяся в то время, была уж слишком громадной. Там несколько сотен тысяч двигалось на Грецию, и туда они просто числом бы задавили. Вот в Фемистокле пришла такая идея, что только на море можно ждать победы над персами. И тут как раз повезло. Неподалеку от Афин, на территории Афинского полиса, в области Лаврии, было открыто крупное месторождение серебра, что дало государству нежданный и крупный источник доходов. Стали это серебрное решение разрабатывать, шахты там вырвали, в результате пошли доходы. На что потратить эти доходы? Обсуждался вопрос в народном собрании. Фемистокл в самой решительной форме отдал на этот ответ так. На эти нежданные доходы нужно построить мощный флот. В начале 200 кораблей, триер, у греков были, военные корабли назывались триерами. Самый основной такой тип, это такой, знаете, поросновесенное судно, там гребцы на скамьях сидели. Три ряда эти скамьи были расположены, каждый гребец ворочен мощным веслом, и на триере было 150 гребцов. Построить мощный флот в начале 200 триер, потом 200 до 300, говорил Фемистокл, потом, если получится, и больше. Его предложение было поддержано. Афина построили флот из 200 кораблей, и это позволило отразить действительно начиск персов, когда они в Грецию пришли. В 480-м, вот это вот, сразу нужно отметить, вот это вот важные даты, так называемая морская реформа Фемистокла, это 482-й год до н.э. Буквально через 2 года после этого перцы, и вправду, пошли войну на Грецию, но были побеждены именно в морской битве, знаменитом Соломинском морском сражении, когда греческий флот, состоявший преимущественно из афинских кораблей, нанес флоту к Серксе, персидского царя, сокрушительное поражение, и перцы после этого были вынуждены удалиться. Ну, нас сейчас эти вопросы не волнуют, поскольку я все-таки рассказываю не о греко-персидских войнах, а о истории афинской демократии и некоторых ее нюансах, тут вот как получилось. Именно поскольку триера судно грибное, и на каждую триеру нужно 150 грибцов, а это немало, легко посчитать, сколько нужно грибцов на 200. Триер нужно 150, может, на 200, цифра выйдет немаленькая, 30 тысяч. Ведь так-то, так сказать, вот откуда брать этих грибцов. И вот стали именно афинскую бедноту привлекать в качестве грибцов. Людей, которые не могли служить как гоплиты, поскольку в силу своей бедности не имели возможности приобрести гоплитский доспех. Раньше непонятно было, куда их девать в военное время, теперь стало понятно, куда их девать. Этих людей стали определять именно грибцами на афинские корабли. Соответственно, они стали вносить вклад в военные победы. Со временем афины стали по количеству флота просто неизмеримо превосходить любое другое древнегреческое государство. Со временем афинский флот был доведен до 300 кораблей, в конце концов, даже до 400 кораблей. Теперь бедноте было место в военном деле, а, соответственно, беднота стала претендовать на то, чтобы их политические права также расширялись. Поскольку, повторю, тот же самый принцип действия. Зависимость политической роли от роли от места человека в военное время. Теперь мы не могли говорить, мы тоже вносим вклад, мы служим грибцами на кораблях, а именно афинский флот одерживает победу за победой, значит, мы должны и прав больше получить. И это со временем действительно случилось. Появился следующий, так сказать, отец-основатель афинской демократии Эфиальт, который провел очень важную реформу в 461 году до н.э. Эфиальте мало что известно, но, по крайней мере, известно, в чем именно, известно, что он был тоже аристократом, хотя и небогатым, известно, в чем заключалась эта реформа, и сейчас я об этом буду говорить. Был в Афинах древний совет, древний государственный орган, он назывался Ареопаг. Или совет Ареопага. Название пошло вот от чего. Ареопаг означает, переводится в древнегреческом, холм Ареса. Ну, Арес у древних греков – это бог войны. Афины ведь они стояли на нескольких холмах, как и Рим. Главный холм назывался Акрополь. Там находилась цитадель, город. Там находились главные храмы. Ну, и вокруг еще несколько холмов возвышалось. Вот один из холмов с древности назывался Ареопаг, холм Ареса. Так повелось, что вот этот древний орган, совет Ареопага, или просто Ареопаг, собирался на свои заседания именно на этом холме. Ареопаг еще с древнейших времен, когда Афины были олигархическим полисом, имел чрезвычайно широкие полномочия. Там, в основном, они только знатные заседали. Членство Ареопаги было пожизненно, может, если кто-то становился членом этого совета, тот так уже всю жизнь так и был. И, конечно, наличие такого совершенно недемократического органа, оно противоречило становлению афинской демократии. Так вот, Эфиальд именно провел реформу Ареопага. Он не отменил этот древний совет, но он лишил его почти всех полномочий. А эти полномочия были переданы народному собранию и другим более демократическим органам. Иными словами, это была тоже очень демократичная реформа. Не случайно, кстати говоря, что вскоре после проведения этой реформы Ареопаг, Эфиальд, прошу прощения, Эфиальд был убитым на одной из афинских улиц. Политическое убийство явно совершенно произошло. Кто убил его, так и не разыскали. И, наконец, после Эфиальда выдвигается самая, пожалуй, крупная фигура в истории афинской демократии. Это всем известный Перикл. Он подхватил знамя убитого Эфиальда, стал главой демократической группировки в Афинах. Хотя, между прочим, сам тоже был очень знатным аристократом. И завершил-довершил становление классической афинской демократией, проведя одет реформ, в ходе которых уже было восстановлено полное и абсолютное равенство между всеми гражданами. В результате Перикл пользовался колоссальной популярностью в среде афинского демоса. Его народ буквально боготворил. Его постоянно избирали на высшие должности. Его называли так – первый гражданин. Знаменитый историк Фокедит, который Перикли наиболее подробно рассказывает в своем труде, он так пишет о том строе, которое тогда в Афинах установилось. Пишет так. На словах это было народовластие, а на деле – правление первого гражданина. Вот такой странный парадокс. С одной стороны, демократия достигла своего высшего пика, с другой стороны, во главе всего стоял один человек Перикл. Но, повторю, он стоял во главе всего не как какой-нибудь там тиран. Он был строго законопослушным человеком. Он просто занимал высокие должности. Он, кстати говоря, был очень скрупулезен. В Афинах любую должность можно было занимать сроком на один год избирались. Вот, между прочим, для нас это непривычно. Вот у нас, например, президенты наши, если это сбирают, да, там, депутатов в парламент, там, четыре, по-моему, и так далее. То есть на более длительные срока. А вот в целом в древнереческих полисах считалось, что всех должностных лиц нужно сроком только на один год избирать. Почему? Чем при этом руководствовались? Во-первых, чтобы была ротация. Чтобы люди менялись все-таки у власти. Чтобы они, чтобы не одни и те же стояли на высоких местах, из года в год, постоянно, постоянно. И, во-вторых, почему краткие сроки? Чтобы люди не слишком-то привыкали к власти. Потому что власть – это штука сладкая, развращающая. Человек, который к власти пришел, хочется у нее оставаться у власти все дальше и дальше, и дальше, и дальше. Чтобы этого не было, поэтому такие короткие сроки были пребывания в должности. Один год. Ну, на некоторые должности можно было переизбираться потом. На некоторые было невозможно. На многие должности запрещалось. Один раз побыл в такой должности год. Больше ты не имеешь права выставлять свою кандидатуру на выборах на эту должность. Но вот, тем не менее, была в Афинах такая должность. Называлась она стратег. Ежегодно избиралось 10 стратегов. Стратег буквально означает в переводе полководец или военачальник. То есть, главная функция стратегов, повторю, 10 было ежегодно, было командовать войском во время войны. Но также они и высшую гражданскую администрацию возглавляли в мирное время. То есть, по сути дела, должность стратега была в Афинах высшей. Так вот, на должность стратега можно было переизбирать человека, если он выставлял снова и снова свою кандидатуру без ограничения числа полномочий. Так вот, Перикла 15 лет подряд избирали стратегом. После каждого годичного срока пребывания в должности, человек должен был сдать отчет Народному собранию о том, как он свою должность исправлял. И отчет принимался очень строго и пристрастно всегда. Рассматривали все. Не допускал ли человек злоупотреблений за то время, пока был в должности. Не допускал ли он расхищения средств, которые ему от государства выдавались на различные мероприятия и так далее. И нужно было именно все строго, письменно показать, что вот все суммы расходованы на нужные цели. Перикл к этому очень скрупулезно относился. Как-то раз пришел к нему его племянник, молодой политик Алкевиат. Хотел его видеть. Прошел услуг, где Перикл. Все ответили, что Перикл сейчас никого не может принять, он сидит и думает над отчетом, поскольку подходит время давать отчет. Алкевиат на это сказал, уж лучше бы он подумал о том, как бы вообще никому не давать отчета. То есть это был совершенно иной тип мышления, уже тиранический, скажем так. Тиран ведь есть правитель, который никому ни в чем не дает отчета. А Перикл именно имел демократический тип мышления, и он об этом очень заботился. То есть именно при Перикле афинская демократия достигла своего высшего пика. Афинская демократия стала наиболее известной во всей Греции, а также и сами Афины стали могучим, процветающим, богатейшим городом. А потом все как-то немножко покатилось под уклон, с чем это было связано. Началась крупная, тяжелая война между Афинами и Спартой. Так называемая Пелопонесская война. Жалко, здесь карты нет. Ну, вы, наверное, и так представляете. Годы Пелопонесской войны. 431-й, 404-й годы до нашей эры. 27 лет шла эта война. Представьте, 27 лет идет война. Нам это даже сейчас чудовищно представить. Великая Отечественная война шла меньше 5 лет. И то, сколько люди потерпели бедствия и лишения. А тут 27 лет шла война. Спарта, если уже говорить об этом полисе, об этом государстве, по типу своего политического устройства, ничуть не напоминала Афина. Там совершенно был строй недемократический, а такой, знаете, строгий, военизированный. Где культ дисциплины, культ причинения властям, культ уважения к старшим практиковался. Столкнулись два очень непохожих друг на друга полиса. Иногда даже говорят некоторые ученые, обсуждая вот эту, скажем так, войну Пелопонесскую между Афинами и Спарты, что это, дескать, якобы была борьба системы. Бойна системы. Вот как вы знаете, в 20 веке была так называемая холодная война между социалистическим лагерем, который возглавлял Советский Союз, и капиталитическим лагерем, который возглавляли Соединенные Штаты Америки. Это да. Это действительно была война системы, война идей. А вот насчет Пелопонесской войны, тут у меня сильные сомнения. В то время еще такими идеологическими категориями не мыслили. Спарта и Афина воевали друг с другом не потому, что в одном полисе была демократия, а в другом был жесткий тоталитарный строй. Нет. А причина этой войны была совсем другом. Два самых сильных в Греции полиса столкнулись в борьбе за первенство, в борьбе за так называемую гегемонию. В Греции, ну да, все культивировались идеи, что вот здесь самый сильный полис, который называется гегемон, что перевод означает вождь, предводитель, которому все остальные полисы, ну, по идее, должны подчиняться. Традиционно, традиционно позицию гегемона в Греции занимала именно Спарта. Потому что это там было самое сильное войско, этот полис был в самом мощном военном отношении, ибо это не случайно, что вот когда вот начались те самые греко-перститские войны, про которых я ранее упоминал, греческие полисы заключили между собой союз для отражения перститской угрозы, и главой союза стала именно Спарта. С этим никто даже и не спорил. Все заглашали спартанские, спартанцы, они из всех самые сильные, они являются гегемонами. Так вот, Афина, в которых вот возникла демократия, дошла до своих, так сказать, наиболее высших развитых форм, афинский полис извещайно усилился, и Афины решили Спарте бросить вызов и перехватить у Спарта постпозицию, точнее, гегемона. Спарте это, естественно, не понравилось. Из-за этого война и началась. У спартанцев было традиционно сильно сухопутное войско. Спартанские гоплиты как раз считались самыми лучшими в Греции. Афины как раз на сухопутной части своей армии не блистали, но Афин был самый сильный в Греции флот. Поэтому так случилось, что в годы Пелопонасской войны в сухопутных сражениях, как правило, одерживали победу спартанцы, а в морских сражениях, как правило, одерживали победу афиняне. Война затянулась. К тому времени афинская демократия начала вырождаться. Перикол в начале Пелопонасской войны еще возглавлял Афина, но через пару лет после этого скончался. После власти Перикол был последним знатным, аристократичным лидером афинской демократии. Вот он иногда употребляет по отношению к раннему периоду развития афинской демократии такое выражение «аристократическая демократия». То есть сочетание лучших черт двух этих, в общем-то, неплохих форм государственного устройства. То есть с одной стороны по форме власти демократия, то есть все граждане равны, все участвуют в принятии решений. По духу что-то аристократичное было в этой демократии. А вот после Перикола уже демократия стала вырождаться. Стала вырождаться в так называемый, вот есть такой термин, в политических науках еще с античностью употребляешься – охлократия. Охлократия – власть толпы. Это уже не одно и то же. Демократия – власть народа. Охлократия – власть толпы. Охлос по-гречески – толпа. Это когда уже начинают главную роль в принятии решений играть именно самые безответственные, самые, так сказать, деклассированные элементы гражданского коллектива. Таковые и выдвинулись на политическую арену в Афинах в течение Пелопоннесской войны. Это еще с чем было связано? Ежегодно шли военные действия. Граждане, которые более-менее зажиточные, которые могли себе позволить приобрести вооружение гоплита, соответственно, они сражались в фаланге и почти постоянно отсутствовали, были на полях военных действий. Кто приходил на народные собрания голосовать? Уже совсем такие нищие, разбалованные люди, которые не работали и работать не хотели. Афинская демократия стремительно катилась к охлократии. Появился такой класс людей, которым была дана кличка «демагоги». Кстати говоря, это слово «демагог». Каждый его, конечно, слышал. И ныне оно имеет четко выраженные негативные коннотации. Изначально слово «демагог» ничего отрицательного всего не несло. Я ведь скажу дальше, даже более того, в переводе с древнегреческого «демагог» обозначает «вождь народа». Вполне так достойно звучит. Но со временем слово «демагог» приобрело именно отрицательное значение. Демагогами стали называть вот этих циничных политиканов, которые именно в своих корыстных интересах заправляли демосом, предлагая, вынося на обсуждение народного собрания, разного рода заманчивые, но невыполнимые проекты. И на этом наживаюсь. Вот там афинская демократия в какой-то момент попала под власть демагогов. Первым демагогом, вот это следующий видный деятель афинской демократии, после Перикла, был Клеон. Если Перикл еще был знатным аристократом, и те, которые до него, вождей афинской демократии, тоже были аристократами, Клеон – первый незнатный лидер в истории афинской демократии. И вот его и называют первым демагогом. Он был незнатный, но богатый человек. Он, ну как бы, как выразится с временем словом, коммерсантом можно назвать, ну как бы он был владельцем крупной ремесленной мастерской по производству кожи. Его поэтому иногда и дразнили – кожевник. Хотя он на самом деле, сам-то кожа, конечно, не выделывал, это за него рабочие делали. Вот сам он занимался политикой. И вот он, опираясь на свое богатство, стал все чаще и чаще выдвигаться на высшие посты в Афинах, стал все чаще и чаще произносить речи в народном собрании. Он был такой, знаете, ястреб во внешней политике. Сторонник войны со Спартой до победного конца. Были политики более умеренные, которые говорили, война – это вредно, губительно для всей Греции. А на и Афине, и Афинам, и Спартия наносят один только ущерб. А война тянулась, и тянулась, и тянулась год за годом. И звучали в Афинах здравые голоса, что нужно все-таки со Спартией заключать мир. Нужно как бы вести переговоры, нужны политические контакты и так далее. А вот Клеон был как раз сторонником, что войну нужно продолжать, пока не победим. Но они доигрались. В конце концов, Афина эту Пелопадальскую войну проиграли. Позорно, катастрофически проиграли. Демагоги утащили государство в эту бездну. Но Клеон отличился также тем, что он первым стал выступая перед народом, вести себя очень грубо, фамильярно, позволять себе неприличные жесты, выступая с трибуны и так далее. Народу это нравилось. А до того были вождями аристократы, которые себя вели прилично, пристойно, говорили речи авторитетно, веско. А тут выбегает такой клоун и начинает, так сказать, кривляться с трибуны. Но многим это, знаете, как Жириновский, так сказать, вот такое. Многим это нравилось. И у нас, заметьте, у нас регулярно Жириновского какой-то процент народа голосует, хотя уже всем видно, какая-то пустышка, что ты клоун. А тем не менее, есть у него сторонники. Вот таким же политиком такого же типа был в Афинах Клеон. Вот, в конце концов, он даже возомнил о себе, что он великий полководец, добился того, чтобы его стратегом избрали, отправился на войну и проиграл битву, и сам погиб в этой битве. Вот демагоги, в конце концов, довели Афина до того, что афинский демос, который свято верил и уповал на благость демократии, разочаровался в демократии. И в 411 году до нашей эры в Афинах свершился переворот, и демократия была свергнута. Переворот свершился абсолютно мирным, бескровным путем, без жертв обошлось. Просто сторонники противоположного строя, олигархи, олигархи власти немногих, стали агитировать демос за то, что демократия неэффективна. Афина терпит поражение за поражением, потому что демагоги ведут народ в пропасть. Демократию нужно свергать. И эта агитация достигла своей цели. Кончилось именно все тем, что собрали народное собрание, выступили сторонники олигархи и внесли предложение демократию отменить. И народ за это проголосовал. Демократия была отменена. Это так называемый переворот 400. Почему 400? Потому что было введено, было постановлено, что отныне власть переходит от народа, то есть от всех граждан, к так называемому Совету 400. Собрали такое правительство, в которое вошли именно олигархи. Начали управлять. Но это правительство очень недолго продержалось, несколько месяцев всего. И было свергнуто. Прежде всего потому, что это новое правительство завело переговоры со Спартой о заключении мира. Народу не понравилось, хотим воевать до победного конца. И через несколько месяцев олигархия в Афинах была свергнута, и демократия была восстановлена. Это все в рамках того же 1411 года. И опять начали властвовать демагоги. А демагог приходил, что называется, один другого хуже, один другого злее. Последний и самый одиозный демагог в Афинах звался Клеофонт. Тоже незнатный, но богатый человек, владелец ремесленной мастерской. Он точно так же, как и его предшественник Клеон, был сторонником продолжения войны против Спарты. Хотя Афины явно совершенно эту войну проигрывали, и чем дальше, тем больше это становилось все очевиднее. В конце концов, уже всем благонамеренным гражданам казалось, что вот если спартанцы хотя бы предложат вести мирные переговоры, нужно немедленно соглашаться. И вот в какой-то момент прибыло из Спарты в Афинопосольство, предлагая закончить войну и установить мир на довольно благоприятных для Афин условиях. Но народ собралось народное собрание, чтобы этот вопрос обсудить. Клеофонт явился на это народное собрание с большим опозданием, при этом пьяный и военный в военном доспехе. Хотя строго запрещалось народное собрание приходить в военном доспехе. И стал с трибуны кричать никакого мира, мы этих спартанцев так сказать, как бы задавим. И добился своего, спартанским посланам сказали, нет, мирных переговоров не будет. А буквально через пару лет после этого Афина были настолько сокрушены, что были вынуждены пойти на полную безоговорочную капитуляцию перед Спартой. Тут уже не шло о мирных переговорах, о каких-то условиях, тут уже афиняне должны были принимать то, что им продиктует спартанцы. В Спарте вообще звучали даже такие идеи, что нужно Афину разрушить, а всех жителей продать в рабство. К счастью, Спарта на это не пошла, но условия были продиктованы жесткие очень. Афины лишались своего флота, Афинам было приказано срыть свои оборонительные укрепления, Афины были вынуждены признать главенство Спарты, гегемонию Спарты в Греции, и в частности в Афинах вновь ликвидировалась демократия. Это очередная веха 404-й год до нашей эры. Поражение Афин в Пелопонесской войне и новая ликвидация афинской демократии. Тогдашний спартанский верховный главнокомандующий Лисандр, которого можно считать главным победителем в Пелопонесской войне прибыл в Афины, собрал народное собрание и заявил, что демократии в Афинах больше быть не должно, что снова этот строй должен быть ликвидирован и ввестись и должно быть введено опять олигархическое управление. Что оставалось делать Афинянам? Только соглашаться. И был новый олигархический переворот, так называемый переворот 30-ти. Потому что в результате на том же народном собрании было постановлено учредить олигархию, власть передать в состав правительства из 30-ти человек. Тут же эти 30 Александр в основном назначил. Это были афиняне, но такие, знаете, все сторонники Спарты, все противники демократии. Во главе этого правительства стоял политик Критий. Кстати говоря, яркая достаточно личность, убежденнейший олигарх, убежденнейший противник демократии. при этом он был талантливым человеком, не только политиком, но и поэтом. Он драмы писал, философом. Он, кстати, был ученик Сократа. И, между прочим, кстати говоря, об этом не все любят говорить, Сократ же был очень большим противником афинской демократии. Этот великий философ в своих беседах с учениками постоянно критиковал демократию как тип политического устройства. Он говорил главный его аргумент был в чем? Демократию сплошь и рядом правят некомпетентные люди, не профессионалы, а кто попало. Вот он говорил как? Вот если я, допустим, заболею и мне нужно лечиться, я кого себя лечить позову? Профессионального врача или первого попорщика с улицы? Конечно, профессионального врача. А если мне, допустим, нужно построить дом и составить проект, я кого позову? Профессионального архитектора или первого попорщика с улицы? говорил Сократ во всех областях кроме политики. В политике мы на высокие должности избираем кого угодно и они творят там что угодно. На этом основывалась критика Сократа на финской демократии. Поэтому все его ученики тоже были отнюдь не сторонники демократического строя. Ведь самый знаменитый ученик Сократа, вы, наверное, помните кто? Платон, да, так сказать, величайший философ Платон. Это один из самых реакционных философов мировой истории. его все труды проникнуты жгучей ненавистью к демократии. Аристотель тоже, но в меньшей степени. Так вот, Критий тоже был учеником Сократа. И когда, кстати, он к власти пришел, он пытался Сократа, своего учителя, Сократ еще был тогда жив, он уже был, конечно, человеком пожилым, он был под 70, но он уже жил в Афинах, пытались Сократа тоже привлечь в динамо управления. Сократ отказался. Даже более того, критиковал, потому что это правительство 30, их стали скоро, знаете, как называют, 30 тиранов, потому что они стали, повели политику террора и репрессии по отношению к населению. Они правили, опять же, недолго, это правительство 30, меньше года, но за это время они казнили более полутора тысяч человек. По меркам античного полиса это очень много. Это, как условно говоря, в России взять, ну, допустим, за год бы полтора миллиона казнили бы. Это колоссальная, если цифры населения сопоставлять, это колоссальная цифра совершенно. Вот, так, во-первых, было, да, приказано хватать всех сторонников демократии и казнить без суда и следствия. Естественно, сторонников демократии в Афинах было много, потому что полис до того был демократическим. Уж они бросались в бегство, они бежали чтобы избегнуть казни, они бежали из Афин. Соседние греческие полисы даже Критий даже рассылал в эти полисы требования выдавать беглецов обратно. Ну, к счастью, большинство полисов не откликались на эти. Тогда уже стали казнить совершенно ни в чем неповинных людей. Даже те, кто не принадлежал к сторонникам демократии, никак. Вот, например, какой однажды указ издал Критий. Была в Афинах, кроме граждан, такая категория населения, которая называлась метеки. Это, ну, скажем, выражаясь современным языком, мигранты, приезжие из других греческих полисов, скажем так, вот, лица без права гражданства, соответственно, свободные, то есть не рабы, но и не граждане. Это были, как правило, такие же греки. Греция ведь, как известно, не была единым государством, каждый полис был независимым самостоятельным государством. И приезжает метек, живет в Афинах, платит налог, подачь, кстати говоря, в греческих полисах граждане налоги не платили. Вот что интересно. Метеки платили. Была подачь метеков, как бы считать, за то, что государство им оказывает гостеприимство, позволяет им жить. Метеки, поскольку они не имели гражданских прав, они, соответственно, не имели возможности в Афинах владеть недвижимостью, землей. И поэтому для них был закрыт путь заниматься крестьянским трудом. Граждане в основном занимались крестьянским трудом. Метекам приходилось заниматься, поэтому, ремеслами и торговлей. Метек приезжал, снимал себе дом, именно снимал, купить не мог, поскольку, поскольку, скажем, им повторю, недвижимостью нельзя было приобретать собственность, снимал дом, и открывал там ремеслонную мастерскую по производству какого-нибудь товара или же лавочку, чтобы чем-нибудь торговать. Поэтому метеки в целом в Афинах не бедствовали. Торговля, это всегда ремесло прибыльное. Это были состоятельные люди. Их было много в Афинах, их было, наверное, более 10 тысяч человек. Так вот, Критий издал такой указ схватить 10 самых богатых метеков. И казнить. А имущество конфисковать. Именно. Эти люди были ни в чем, не виновны абсолютно. Вот, именно для того ты и приказывал всех казнить, чтобы имущество можно было конфисковать и с этого дела поживиться. А потому ты писал из самых богатых, поскольку, у которых всего имущество меньше. Одним из этих метеков, один из этих метеков, его звали Лисий, и он потом стал очень крупным оратором, оставил в одном из своих произведений воспоминания о том, как это происходило. Вот он пишет следующее. Мы с братом имели мастерскую по производству щитов. Да. И не бедствовали. Действительно, были богатыми людьми. И вот однажды к нам являются стражники во главе с одним из членов вот этих самых коллегии 30-ти. И засчитывает нам этот указ и объявляет, что мы с братом под него подпадаем, что нас велено казнить, а наше имущество конфисковать. Брата, говорит, сразу схвачили и вели, он и пикнуть не успел, его казнили. А мне тут пришло в голову, я этого, значит, главного у них вот этого члена коллегии отозвал, поговорил, отойдем в другую комнату. Хорошо, он со мной пошел. Я стал им предлагать деньги. Он начали отказываться, но я предлагал ему все больше и больше денег. В конце концов, он сказал, хорошо, неси деньги. Я ему дал эту взятку. Ну, в общем, ему удалось ждать спастись. Вот такой строй пронизанный коррупцией, репрессиями, он, конечно же, долго существовать не мог. Вот те сторонники демократии, которые под угрозой смерти, бежали из Афин, они в конце концов собрались в городе Фива, это неподалеку от Афин, северо-западнее. Главным среди них был политик Фрасибул. Вот он начал такую освободительную армию создавать, чтобы свергнуть режим 30-ти тиранов. Вначале небольшой отрядик набрался, меньше сотни человек. Фрасибул, опытный полковой, это человек, склонный к риску, даже с этим крохотным отрядом, из Фив тронулся на Аттику. Ну, Аттика, как вы знаете, это область, которая создавалась собой Афинский полюс. И для начала захватил там одну пограничную крепость и в ней укрепился. 30-ти тиранов направили туда войско. Пытались выбить патриотов, так сказать, и потерпели поражение. После этого к Фрасибулу стали из Аттики стекаться все, кто ненавидел этих 30-ти тиранов и хотел восстановления демократии. Его войско росло, как на дрожжах. Фрасибул, получая все больше уверенности в собственных силах, захватил Пирей, а это порт Афин. Афин, это ведь сами город был не приморский. Они где-то в 5 километрах от моря лежали, поэтому был портовый город Пирей, так сказать, морские ворота, и Пирей был вторым по размеру городом Афинского государства. И уже, конечно, захват демократами такого крупного центра глубоко обескуражил правительство 30-ти тиранов. Они со всеми своими силами вышли на поле боя с Фрасибулом, сразились и опять потерпели поражение, а Критий сам погиб в этой битве. Вскоре после этого Фрасибул победителем вступил в Афина. Было объявлено о восстановлении демократии 403-й год до нашей эры. Восстановление демократии, ну, кстати говоря, демократы себя повели очень гуманно, вот в каком плане. Тут же было предложено принять закон о всеобщей амнистии. То есть, говорили, был период смут. Демократия свергалась, восстанавливались более жесткие режимы, кто-то вставал на их сторону, давайте не будем этим людям припоминать злого. Давайте не будем пытаться их как-то преследовать, наказать за это. Ну, мало ли, что во времена смут бывает, скажем так. В общем, было запрещено вчинять политические судебные иски, вот именно, чтобы кто-то себя плохо вел во время аллергархических режимов. Амнистия распространялась только на самих 30-30 тиранов. Вот да, вот им да. Даже так было оговорено. Если кто-то из них пожелает явиться и дать отчет своей деятельности и сможет доказать, что он лично никаких злодействий не творил, то и он тоже будет прощен и оправдан. И даже некоторые из них, да, явились и дали отчет, доказали, что лично злодействия были непричастны, и их даже оправдали. Но большинство, правда, бежали. Понимаешь, что их, скорее всего, осудят в таком случае. И вот так восстановилась демократия. Кстати говоря, одним из первых деяний этой новой восстановленной демократии было деяние довольно позорное. Знаменитый суд над Сократом, которого я уже сегодня уже упоминал. Суд над Сократом 399-й год до нашей эры. Именно ему, скажем так, все знали, что он не симпатизирует демократию. Все знали, что, например, Критий, глава 30-ти тиранов, ученик Сократа. К Сократу нарастала неприязнь. Однако, действовал закон об амнестии, и напрямую нельзя было Сократа осудить по политическим мотивам, как врага демократии. К нему нашли подход с другой стороны. Официальное обвинение, которое было предъявлено Сократу, имело не политический, а религиозный характер. Оно звучало так. Сократ обвиняется в том, что он не почитает богов, которых положено почитать гражданину Афин, а почитает каких-то отдельных своих богов, а также в том, что он развращает молодежь. Развращает в духовном смысле, что есть вредные такие идеи, так сказать, вносят. На чем было это обвинение основано? Оно было чисто креветническое, конечно. Сократ был как раз благочестивым человеком, вполне он богов почитал, которые положены обряды, он совершал, но у Сократа была такая идея, он неоднократно ее высказывал, что у него есть некий внутренний божественный голос, так называемый демоний. Он говорил, иногда мне такое является, я слышу внутри себя какой-то голос, который мне советует, что вот то-то нужно делать, а то-то делать не нужно. И, конечно, многие люди на эти его сказали смотрели неприятнее, что это за человек такой, почему у него есть какой-то внутренний голос, а у нас его нету, он называет этот голос божественным, выходит на него какое-то свое божество, есть отдельное, это не годится, и вот Сократа вызвали на суд. В Афинах высший орган судебной власти назывался Гелиэя. Это был суд присяжных. Ну, как известно, чем отличается суд присяжных, что судьи присяжные это не профессионалы, просто самые обычные граждане, не имеющие специального юридического образования, выносят приговоры. Гелиэя в Афинах этот суд был огромен, 6 тысяч человек. Туда по жребию избирались каждый, кто угодно мог попасть. 6 тысяч человек, для такого, если, допустим, учесть, что в Афинах количество граждан на самом пике даже было менее 50 тысяч человек, зачем нужен такой громадный орган такому небольшому государству? Ну, опять же, считалось, что, чтобы воплощалась власть народа, во-первых, чтобы каждый, практически каждый житель Афин, практически каждый гражданин Афин хоть раз в жизни был судьё-присяжным. Вот, а теперь, что ещё? Ну, и потом ещё, чтобы во избежание подкупа. Знаете, почему считалось нужен огромный суд? Чтобы невозможно было подкупить. Ведь судебная власть, как известно, это общий феномен для всех, наверное, времён народов. Это одна из самых коррумпированных ветвей власти. Судьи постоянно подкупают те, кому это для чего-то нужно. И вот, чем больше судей входит в суд, тем труднее подкупить. Если дело разбирает один судья, ну, куда легче. Человек даёт взятку, и судья выносит нужное для него решение. Ну, скажем, три судьи тоже можно подкупить. Десять судей труднее, но можно. Сто судей очень богатый человек и сто сможет подкупить, но шесть тысяч судей никто подкупить, конечно, не может, потому-то такой орган был и огромный. Ну, надо сказать, что, конечно, работа шести тысяч человек составляла затруднение, поэтому в полном составе Гелиэя почти никогда не собиралась. Всего несколько случаев было таких за историю Афин. Как правило, в день, когда происходили судебные процессы, Гелиэя делилась на коллеги по пятьсот человек и расходились в разные помещения, и там каждая коллегия разбирала отдельный судебный процесс. Опять же, определение на коллегии прямо именно в утро того же дня имело место по жребию, то есть ни один из судей не знал, какое именно дело он сегодня будет разбирать. Это тоже, чтобы зарудить подкуп. Подкупают ведь заранее. Никто же не будет, когда уже судьи идут рассаживаться по местам, самать и бегать, вот тебе денег, вот тебе денег. Так же не делается, так сказать, это все делается кулуарно, заранее и прочее. Вот одна из таких коллегий, 500 числа, точнее и так, коллегия 501 человек. Почему? 501, чтобы было нечетное число, чтобы ни в каком случае не происходило равного разделения голосов. 500, ну, теоретически возможно, потому что по суде голосовали именно кто-то за обвинение, кто-то за осуждение, кто-то за оправдание. Теоретически возможно, если 500, то 250 за, 250 против. Как в таком случае быть, непонятно. Если 501, то по-любому не получится равенство голосов. И обычай был таков. На Финаксу судебные процессы имели такой гласный, состязательный характер. Вот рассаживается такая коллегия, 501 человек, они садятся, стоит трибуна для выступающих, объявляет его в начале процесса, зачитывает обвинение, и первым снова предоставляется обвинителю. Обвинитель выходит и говорит речь, в которой приводят свои аргументы и предлагает, доказывает, что тот, против которого он подал жалобу, виновен, ну и обосновывает это и предлагает меру наказания. Потом представляется слово обвиняемому. И он выходит на трибуну и говорит речь свое оправдание. То есть, он должен опровергнуть аргументы обвинителя и доказать, что он невиновен. Следили за тем, чтобы строго время одно и то же было давалось обвинителю и обвиняемому. Как это замерялось? Ну, понятно, в то время не было часов со стрелками, тем более часов электронных. Это замерялось с помощью водяных часов, которые назывались клепсидра. Ну, простое устройство. Я поясню, как оно выглядело и как действовало. Бралось два сосуда. Ну, такое, знаете, по форме несколько ведро напоминающих. Один сосуд ставился повыше, вот, допустим, здесь, у него внизу дырочка. Ну, допустим, вот, ниже на уровне земли другой сосуд. И вот, когда участник процесса начинает говорить речь, из дырочки вынимается затычка, и вода начинает бежать в более низкий сосуд. Ну, понятно, по закону сообщающих сосудов. Вот, как вода вытечет, так человек должен заканчивать свое выступление. Всходит другой на трибуну, то есть обвиняемые сосуды просто меняют местами. Вот, там ровно такое же количество воды, скажем так, вот, и из него вынимают затычку, и ты, вот. И таким образом, да, вот так и говорили речи. Вот, вначале, вот процесс против Сократа. Вначале выступает обвинитель. Обвинителя звали Милет. это был малоизвестный поэт, но все знали, что это марионетка, что реально стоят за ним гораздо более мощные фигуры афинской демократии, которым Сократ пришелся, что называемый, стоял поперек горла. Ну, вот выступать, 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 Милет поручили. Он обвинял Сократа и требовал для него смертной казни. Потом, значит, на трибуну пошел Сократ и произнес речь. Как потом говорили, он эту речь у себя погубил. Есть даже такая одна работа на Западе называется «Самоубийство Сократа». Ну, то есть, в том плане, он был ведь сужден насмерть. Он, что значит, погубил себя речью? Он стал говорить в своей речи, что он ни в чем не виновен, что обвинители прибегают к клевете на него, и он четко, логично аргументированно показал, что он не виновен ни в чем из того, в чем его обвиняют. И вот этого его делать как раз и не следовало. Потому что в афинских судах к логике, к доводам разума, к аргументам вообще не прислушивались. Повторю, это был суд присяжных, то есть, суд непрофессионалов. Людей, которые в праве, в законах, ничего не понимали. А судили, выносили приговоры, что называется, по гражданской совести. То есть, грубо говоря, нравится человек или не нравится. Понравился человек, оправдаем. Не понравился, осудим. И сколько раз было в истории афинства виновных. Оправдывали. Человек хороший, ну, согрешил, с кем не бывает, как говорится, оправдаем его. А вот неприятный человек, бывало, и получал приговор обвинительный, осуждающий, даже если он ничего и не совершал. А вот так получилось и в данном случае. Сократа не любили, что он был какой-то непохожий на всех. А в философии что-то такое так мыслил и прочее. Можно было бы попытаться, знаете, выбить себе оправдательный переговор, прибегая к мерам эмоционального воздействия. Сплошь и рядом так в судах люди и поступали, зная, что там сидят судьи, которые в законах не понимают их лучше эмоциями разжалобить. Ну, начинали именно, прибегали к такому именно приему, как разжалобить судьи. Сплошь и рядом. Кто-то рвал на себя на груди одежды, показывал шрамы, полученные в боях за Отечество. Кто-то маленьких детей приводил в суд. Они стояли, плакали, пощадите нашего папочку, мы же без него умрем. Это могло действовать. Сократ, в принципе, мог бы прибегнуть к таким примерам. Он и шрамы мог бы показать бы. Он сражался неоднократно и доблестно сражался за Афины. Он бы и детей маленьких мог бы привезти, у него трое было. Причем самому младшему на тот момент меньше года. Он еще грудной был. Хотя вот странно, Сократ ведь был уже под 70, а он просто очень поздно женился. Но он ничего этого делать не стал. Он попытался логически доказать судьям, что он невиновен. И в результате, когда подсчитали голоса, оказалось, что большинство за то, что Сократ виновен и что его приговаривают к смертной казни. Потом Афиняне сами немножко очумели от того, что они натворили. Виднейшего философа, человека, известного далеко не только в Афинах, но во всей Греции, взяли и, в сущности, ни за что приговорили к смертной казни. Просто за то, что он не похож нам, не похож на других. Ведь он же и вправду никакого преступления это не совершал. Обычно, да, кстати, иногда спрашиваются, какие в те времена были наказания вообще по приговору суда. Ну, наказания были какие? Ну, понятно, самая суровая смертная казнь. Ну, кстати говоря, было наказание даже более суровое, чем смертная казнь. Вы удивитесь, а что еще можно придумать-то? Смертная казнь с последующим лишением погребения. Вот какое было самое суровое наказание. Понимаете? По тогдашним религиозным воззрениям считалось, что если человека не передать погребению, его душа будет вечно страдать, скитаться и найдет в себе покоя. И вот уже для самых страшных преступников, например, кто отца убил или мать убил, не просто смертная казнь, а после смерти трупы вносили, привергали по руганию, то есть камнями в него бросали, а потом выбрасывали именно, чтобы он так-то и не был погребен. То есть самое страшное наказание было такое. Потом просто смертная казнь с погребением. Далее в следующем по тяжести шло такое наказание изгнание из полиса. Это очень суровое наказание считалось, потому что в родном полисе человек гражданин, всем право располагает, а в любом другом он такой едет на чужбину, а кто он там? Бесправный изгой. И так мыкать всю свою оставшуюся жизнь. Далее в следующем по тяжести наказание лишение гражданских прав. То есть человек в полисе остается, его не изгоняют, но опять же тут разные варианты были. В зависимости от серьезности преступления пожизненное лишение гражданских прав или допустим на какой-то срок скажем на 10 лет. Потом опять же лишение всех прав или частичное лишение прав. Например в народное собрание человек ходить может, а избираться на должности не может. Тут разные гражданцы были. И далее по тяжести шли какие наказания? Ну широкий спектр денежных штрафов. Опять же от крупных до меньших в зависимости от степени тяжести содеянного. Вот что интересно совершенно не было такого наказания как тюремное заключение. В наше время сейчас это самое распространенное. Чаще всего так обсуждают 5 лет лишения свободы в колониях общего режима и так далее. Во Финах это совершенно и вообще в Греции совершенно это не практиковалось. В общем-то резонно рассуждали если человек совершил какое-то правонарушение ну чего его держать сколько-то лет в тюрьме и кормить его за государственный счет. Лучше штраф с него взыскать государство с этого еще и получит прибыль. Тюрьма в Финах была. Но она именно не как место исполнения наказания а как место во-первых в предварительном заключении. Ну вот допустим схватили преступника суд же не сразу пройдет скажем так до суда он сидит в тюрьме. А также после исполнения приговора до приведения после вынесения приговора до приведения в исполнение. Допустим если человек приговорили к смертной казни но по какой-то причине сразу это до казни человек сидит в тюрьме. или допустим человек приговорили к штрафу крупному штрафу а выясняется что у него денег нет таких чтобы заплатить этот штраф. В таком случае он обозначается как государственный должник и его сажали в тюрьму. И он сидел а тем временем его родственники заботились о том чтобы эту сумму найти. Когда сумму изыскать в долг взять занятие и так далее скажем так изыщет сумму в месяц в месяц штраф все человек выпускает. Вот Сократу таки пришлось посидеть в тюрьме месяц. Почему так получилось? Обычно смертные переговоры приводились в исполнение сразу. Но в данном случае в данном случае шел священный месяц. На острове Делос справлялся праздник туда отбыл корабль с афинским священным посольством и до возвращения корабля по законам нельзя было кого-либо казнить. И вот месяц Сократ сидел в тюрьме он там даже стихи писал кстати начал даскать никогда раньше не писал а вот тут начал буквально за два дня до того как корабль должен был прибыть ну известно было что вот корабль отбыл столько-то он там пробудет вдруг прибежал к Сократу в камеру один из его лучших и самых любимых учеников по имени Критон прибежал рано буквально на рассвете в принципе позволял навещать заключенных Сократу даже пускать не хотел но Критон данному взятку Сократу пустил Критон в камеру Сократа Сократ еще спал Критон сидел и смотрел на его лицо это все Платон описывает в диалоге который так и называется Критон Сократ проснулся и сказал Критон здравствуй что же ты так рано пришел Сократ до меня дошли вести корабль уже на подходе завтра он будет в Афинах и завтра тебе значит придется предстоит умереть ну что же сказал Сократ значит такова такова судьба Критон Критон сказал Сократ ничего еще не поздно изменить я выяснял мы устроим тебе побег на это денег у нас достаточно мы сторожам дадим взятку и ты не убрешь вы знаете на самом деле даже похоже что афинские власти скорее обрадовались бы если бы Сократ убежал из тюрьмы именно потому что они сами были немножко поражены вынесли смертный переговор великому человеку ни за что если бы Сократ бежал это был бы оптимальный выход для властей в первую очередь бежал значит признал себя виновным а в то же время и казнить не нужно конечно его разыскивали в Бенестаре вот Сократ сказал нет ну куда мне бежать мне 70 лет я всю свою жизнь прожил достойно и вдруг я на старости лет буду скитаться где-то там бесправным изгоем потом у меня дети здесь маленькие остаются вот какой им будет позор от всех сограждан а кроме того и главное говорил Сократ я всегда привык подчиняться законам своей родины я был осужден мне суд вынес приговор но ведь это неправедный приговор сказал Критон неважно формально приговор был вынесен по законам и совершив сейчас побег я нарушу закон я никогда в своей жизни закона не нарушал и нарушать не буду сказал Сократ и остался хотя была возможность сбежать да и действительно на следующий день принял казнили как да спрашивают иногда какие были способы казни ну более древние времена достаточно простые смертельный удар дубинкой по голове или в пропасть сбрасывали как раз где-то ближе к концу пятого века до нашей эры ввели новый обычай и вот как раз Сократ был одним из первых казненный этим новым способом давали яд растение такое росло цикута древней Греции вот из него приготовляли напиток который когда выпьешь приносил ну легкую и достаточно безболезненную смерть вот вот именно да так сказать вот этот способ сошли более гуманным и именно последний день жизни Сократа вот очень советую но Платон в целом автосложный конечно вот есть у него диалог называется Фидон очень советую почитать есть русские переводы вот это как раз одна из самых простых для чтения и увлекательных вещей Платона Платон был любимым учеником Сократа и вот в этом диалоге описан последний день жизни Сократа от начала до конца вот последний день в последний день было так ну пока заключенный сидел в тюрьме у него ноги были скованы в колодке утром того дня на который была назначена казнь колодки снимали и в этот день заключенный пользовался относительно свободным режимом и даже по возможности исполнялись его последние желания ну то есть именно по возможности понятно что если пожелать отпустить меня такого не будет но тут же кто чего желал кто-то просил там нотариуса завещание писать свои дела улаживать кто-то просил вина и гетер чтобы напоследок хоть повеселиться Сократ свой последний день провел беседу с учениками вот как раз описывается именно от лица одного из учеников в диалоге Федон вот утром мы пришли к Сократу зная что вечером того же дня он будет казнен мы застали у него сидящую его жену к Сантипу которая плакала и рыдала а Сократ морщился да он в это время с него только что сняли колодки и он растирал затекшие ноги к Сантипу рыдала когда мы вошли к Сантипу с плачем воскликнула ох Сократ последний ты раз видишь твоих учеников а они тебя убедите эту женщину сказал Сократ вот Ксантипу увели больше он ее не видел ему гораздо интереснее было не с женой общаться в последний день своей жизни а с учениками и весь день они провели за беседами о бытии Сократ сказал я не боюсь смерти потому что я верю что душа бессмертна и обосновал учение о бессмертии души и потом далее начинается казнить полагалось на закате солнца солнце еще не зашло когда Сократ уже начал знать служителя сказал ну что ты там тянешь приноси яд служитель даже стал говорить ну что же Сократ еще же время есть так сказать вот куда торопиться а что тянуть сказал Сократ так сказать вот он сходил помылся Потом ему принесли яд Он выпил этот яд и сказал Что мне нужно теперь делать? Служитель сказал Нужно ходить, потом когда начнешь чувствовать онемение в членах Ляг на кровать Онемение будет подниматься вначале в нижних частях В ногах все выше и выше Когда он дойдет до сердца и головы, то наступит смерть Закрат до последних секунд продолжал беседовать с учениками И последние слова, которые он сказал Он сказал следующее Как раз Критону, который рядом с ним сидел Критон Нужно принести петуха в жертву Асклепию Я сейчас поясню смысл этих последних слов Сократа Асклепию у греков был бог медицины И если человек болел Но молился Асклепию и поправился Благодарность считалась, что нужно принести Асклепию в жертву петуха То есть вот такую парадоксальную вещь Сократ смерть как выздоровление от болезни получается ощущал Афинская демократия после этого продолжалась еще На протяжении почти века Но я уже не буду столь подробно говорить об этом Об этих вехах Я только скажу, что окончательная ликвидация Уже у меня времени просто мало остается до конца лекции Я скажу, что окончание ликвидации Афинской демократии наступило в 322 году до нашей эры Не в силу какого-то внутренних факторов А в силу внешнего завоевания В то время в Греции уже установилась македонская гегемония Установил ее царь Македонии Филипп II Но он еще не ликвидировал Афину к демократии Он не вмешивался в политическое устройство внутренних греческих полисов После Филиппа II, вы знаете, правила Александра Македонский Но он большую часть своего правления провел далеко на Востоке В своих походах А уже после смерти Александра Македонского Афина подняли против македонской геомонии восстания Воевать начали Но восстание-то оказалось неудачным Афины проиграли войну В Афину вступил македонский Македонское войско вступило Афины были лишены независимости Там был македонский гарнизон поставлен И вот тогда была окончательно ликвидирована афинская демократия Было несколько попыток потом восстановить ее Но все они оказались безуспешными Таким образом, в целом, афинскую демократию Как строй, можно так датировать 507-322 годы до нашей эры Срок не такой уж и огромный Менее 200 лет Но тем не менее, это вот такой феномен Который остался в памяти потомков Да вот, ну и самое же последнее Что можно подсчитать об афинской демократии Но если брать из источников То практически любой античный автор Который так или иначе писал об афинах Разумеется, должен был касаться афинской демократии Геродот своей историей, разумеется Затрагивает отдельные черты этой системы Фукидит своей историей Но наиболее такой системный труд По истории афинской демократии Принадлежит Аристотелю Это небольшой и, опять же, тоже достаточно легкий Для восприятия трактат Поэтому каждый из вас Все равно вполне его сможет одарить Называется афинская полития Что примерно можно понять Как государственное устройство Афин А из современной литературы Ну понятно, что нам нужно, прежде всего, русскую рекомендовать Но вот у нас долгое время был дефицит В общем труде по афинской демократии По истории афинской демократии И дошло даже до того, что где-то в начале 2000-х Пришлось переиздать старую, еще дореволюционную Столетней давности книжку Бузескала Владислава Петровича В какой-то момент мне эту ситуацию глубоко задело И я решил эту брешь ликвидировать Я написал книгу, которую я называю Ну Суриков моя фамилия, да, Игорь Евгеньевич Книга называется «Солнце Эллады» Это заголовок и подзаголовок «История афинской демократии» Это, опять же, это не монография И там нет сухого, такого засушенного изложения Это именно писалось как популярная книга Не для специалистов, а на широкую массу И там все основные этапы и особенности Афинской демократии представлены И там же есть ссылки на остальную имеющуюся литературу Ну вот, пришло как раз время мне завершать Благодарю за внимание Афинской демократии Афинской демократии Афинской демократии Жел Puerto М defund Kuera Афинской демократии Продолжение следует...